Вы находитесь под защитой. Закон есть и действует. Здравствуйте. Тема врачебных ошибок, умышленно сфальсифицированных диагнозов по-прежнему актуальна в нашем обществе. Мы расскажем лишь о нескольких случаях, но таких медицинских ситуаций, увы, много. В семье Елисеевых был единственный ребенок, в котором родители души не чаяли. Однажды сын простыл. Лор-врач в поликлинике определил ребенка гайморит и настаивал на промывании гайморовой пазухи носа. Сразу после прокола носа мальчик потерял сознание и впал в кому. Реанимационная бригада так и не спасла мальчика. Через несколько дней он умер. Медицинская ошибка врачей одной из украинских больниц стоила их пациентке Елене Никольской лишней и опасной операцией. Летом ей сделали операцию по удалению фибромы матки, а через месяц она нащупала у себя в животе какое-то уплотнение размером с кулак. Обследование на УЗИ показало затемнение. Пациентку немедленно направили в онкоцентр на операцию, а потом была еще одна операция. Причем врачи не говорили, что с ней, и неудивительно. Позже выяснилось, что во время первой операции в животе Елены медики забыли салфетку размером в метр. Салфетка загноилась, и к моменту операции уплотнение было уже размером с ладонь. Этот гнойный мешок при разрыве грозил перитонитом. Кроме того, салфетка задела тонкий кишечник, и часть его врачи вынуждены были удалить. Дело гражданки С. Она попала в больницу с диагнозом «камень в почках». Была прооперирована, и ей прописали антибиотик, который оказался очень опасным и токсичным. Дал осложнение на тазобедренные суставы, уши, глаза. Ноги у пациентки отказали. Она уже давно на костылях. Также С полностью потеряла слух. Медики не признавались, что виноваты в случившемся. Вы находитесь под защитой. Так что же делать человеку в подобной ситуации, врачебной ошибке? Наш совет. Во-первых, никогда не отчаиваться. Во-вторых, немедленно обратиться с заквалифицированной юридической помощью. К адвокату, с заявлениями в полицию, в прокуратуру, в вышестоящие органы здравоохранения. Не стоит забывать также, что во время прохождения любого лечения следует сохранять все медицинские документы, эпикризы, направления на анализы, рецепты и т.д. Требовать ознакомления с медицинской картой, истории болезни, выписка из этих документов. Следует сделать с них копии. Заметьте, это очень важно. В случае исчезновения меддокументов эти копии помогут доказать правду. Во время лечения интересуйтесь, что вам делают, какие процедуры, какие медикаменты назначают, в чем состоит болезнь и в чем суть лечения. Не стоит пренебрегать больничным листом медицинская справка о лечении. Стоит сохранять и всегда требовать все рецепты и чеки на лечение лекарства, в том числе тогда, когда это называется благотворительной помощью. Документ о том, что деньги внесены в какой-либо медицинский фонд, обязаны дать. Это также подтвердит факт лечения. Вы находитесь под защитой. В случае некачественного лечения халатного, грубого или ненадлежащего отношения к выполнению этих советов, поможет обязательно вам, как для обращения жалобы, так и для подачи иска в суд о возмещении материального и морального вреда. Закон направлен на защиту прав пациента, в том числе основы здравоохранения Украины и 140-я статья Уголовного кодекса, которая говорит о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работникам и предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до двух лет. Комментарию законодательства о правах и обязанностях пациента и врачей, знание которого важно каждому, мы посвятим отдельную программу. Вы находитесь под защитой. Однако зачастую пострадавшие от некачественного лечения, выздоровев, умалчивают о случившемся. И это несмотря на то, что их права, защищенные законом, грубо нарушены. В результате опасный факт остается скрытым. Горе врачи продолжают безнаказанно работать. И угроза подобного, так называемого, лечения, домокловым мечом нависает над каждым, кто к ним попадает. А ведь равнодушие – это паралич души, говорил Чехов. Помните, активная жизненная позиция пострадавшего от врачебной ошибки позволяет защитить других, привлечь закон и защитить право. Это, кстати, подтверждает и тот факт, что в перечисленных выше случаях в отношении виновных медиков таки были возбуждены уголовные дела и судебные процессы. Вы находитесь под защитой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин